Привет, красотка! Сегодня я снимаю видео из рубрики «Крашусь и болтаю». У нас близится учебный год. Не хочется вас огорчать, просто факт говорю. Я сентябрь, кстати, всегда очень жду, потому что там мой день рождения. И вообще вот эта приятная осень, если она приятная и теплая на Урале, это тоже на самом деле один из любимых моих периодов. Я пыталась максимально скрыть свое негодование, но решила все-таки поделиться. Я так никогда долго не выстраивала кадр для видео, как это было сегодня. И не то, чтобы это шедеврально, то, что вы видите сзади, но просто мне ничего не нравилось. Бывает такое, когда ты делаешь вроде одно и то же, тебе всегда такое нравится, но сегодня тебе категорически это не нравится. У меня как будто внезапно камера поменяла свои настройки, и не работало то, что работает обычно. Вот эта странная розетка, я хотела вот на том фоне снять изначально, там розетка черная, она очень мне мешала, ни один цветок ее не закрывала, меня это все бесило. Я уже под сомнение поставила, буду ли я снимать вообще видео, но я решила выдохнуть. Просто нашла две стены, вот, ну, я просто села в угол, по сути, на пол. И, в принципе, как и со всем в моей жизни, сейчас я понимаю, что лучше как-то, чем вообще никак. Максимальное принятие, смирение. Сегодня у нас с вами будет образ, это будет и укладка, и макияж. Параллельно я буду отвечать на ваши вопросы, которые вы мне задавали в нашей запрещенной сети социальной. Мы начнем с волос, поэтому я уже начала их немного подготавливать. Это термозащита. Покажу вам укладку, которую я обожаю, она держится у меня в три дня. Она подойдет и на короткие волосы, и на длинные волосы. И в последнее время я люблю делать не прямой пробор, а немного косой. Единственное, что я хочу нанести на лицо, пока будет делаться моя укладка, как раз средство поработает, это любимейшая дальба. Спрей-сыворотка, которую можно наносить до макияжа, в течение макияжа, после макияжа, в течение дня. Я не знаю, какой это бутылек в моей жизни, но ни один макияж не обходится без него. Он у меня стоит везде, вот так в квартире, ну всего три точки, у туалетного столика, в ванной и перед выходом из дома. Потому что, когда хочется увлажнить лицо, когда хочется нанести уход, но не прям глубокий и не чтобы кожа была липкая, идеальный продукт. И невероятно пахнет. У меня есть духи, но я именно как-то забываю пользоваться, и не то, чтобы очень мне надо. И чаще всего я пахну ей. Я открываю ваши вопросы. Одновременно ставлю температуру 180. Бывают ли выгорания? Если да, как и как быстро справляешься с подобным? Очень классный вопрос. Мне вообще нравится, что люди сейчас как-то больше обращают внимание на свое ментальное состояние, на свое ментальное здоровье. И понимают, что без этого как бы никак. Я не знаю, зачем я до этого делала косой пробор. Хотела вам показать, как я его делаю. Но в итоге я все равно забираю верхнюю часть наверх. Все потому, что иначе вот эти коротыши затеряются, и я их не смогу хорошо завить. Я беру тоненькую прядочку, кладу ее в серединку. Вот так вот она туда погружается в ямочку. И закрываю сверху. Плойка сама съедает прядь. Люди наконец поняли, что нельзя быть постоянно бегущей лошадкой. И баланс работы и отдыха должен быть. Вот такая штучка получается. Я с ней ничего пока не делаю. На самом деле я понимаю, что сейчас намного, намного реже. Я чувствую, что прям выгорело, что мне нужен восстановительный какой-то период. Потому что если ты не соблюдаешь вот этот баланс, поработал, отдохнул, наполнился, снова поработал, то потом тебя как бы вырубает просто. Тело, организм вырубает. И там ты хочешь, не хочешь, в подходящее время или не подходящее время, ты вырубишься. Потому что тебя вырубят. Это, знаете, сравнимо с аккумулятором телефона. Если вы узнали, то доводить аккумулятор до нуля, прям вообще, когда телефон вырубается, не очень классно для его дальнейшей работоспособности, именно в плане того, как он будет держать батарею. То есть желательно доводить не ниже, чем до 20%. Ничего не напоминает ли вам? Вот у нас у всех есть эти самые 20%, которые мы на самом деле чувствуем, что уже есть такая легкая усталость. И вот, казалось бы, сейчас надо подзарядиться. Но очень часто мы доводим до нуля. И вот тогда наша вот эта способность вообще в целом держать энергию все истощается, истощается. Знаете, в какой-то момент ты понимаешь, что в целом бежать некуда. Ну, реально некуда. Вот эта достигаторская тема очень активно пропагандируется. Работай больше, будь продуктивным, будь классным. А я вот сегодня столько дел успел сделать, а я столько. И ты чувствуешь сразу какую-то вину за то, что ты можешь отдохнуть вообще. Хотя это вполне естественно. Я, в свою очередь, очень сильное внимание уделяю базовым потребностям организма. То есть это фундамент, который для меня, правда, важен. И я ими не жертвую практически никогда. Это сон, это нормальное питание, это прогулки на свежем воздухе. Понятное дело, бывают такие дни, когда что-то из этого выпадет. Это не значит, что я в один день стала супердисбалансированным человеком. Но если это все накапливается, 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 рано или поздно, ваш энергетический сосуд просто оказывается пустым. И тогда вы уже точно ни дать никому не сможете, ни себя адекватно вообще нормально чувствовать. Какие топ-3 фильма ты бы посоветовала посмотреть каждому? Вот знаете, такие вопросы, они всегда, когда внезапно задаются, ты боишься чутка промахнуться такой. Давайте так, вот что мне пришло первое в голову? Я не знаю, почему мне это пришло в голову, но вот раз пришло, я скажу. Звездочки на земле. Я действительно в восторге от него. Я плачу каждый раз, когда смотрю. И он такой теплый, семейный, с глубоким смыслом. Абсолютно противоположный по настроению. И, возможно, даже он не каждому подойдет. Мне кажется, даже там стоит 18+. Но не из-за каких-то сексуальных сцен, а из-за смысла, из-за глубины смысла. Я говорила про фильм «Хижина». Этот фильм будоражит, одновременно восхищает. Его задумка, как мне кажется, вау. Конечно, его немного тяжело смотреть. В какие-то моменты ты прям должен успокоить себя. Это всего лишь фильм. Но этот фильм может быть очень терапевтичным. Особенно, если в жизни происходит что-то супер, кажется тебе несправедливое. Против тебя как будто все. Особенно, если ты теряешь близкого. Он прям может перевернуть сознание. Правда. Общую массу я чуть-чуть сбрызну лаком. Распускаю верхнюю часть. И сразу же делю на свой пробор. О, и из недавних я бы вам еще порекомендовала маленькие женщины. Я в восторге. Суеверная ли ты? Нет. Хоть и были в моей жизни моменты, когда это чисто рефлекс. Какое-то что-то, что передалось от бабушки, от мамы. Забыл дома вещь. Обязательно улыбнись в зеркало. Или если ты посмотрелся в разбитое зеркало, то все, жди какую-то беду. Но это прям была работа над собой, чтобы просто брать из своей головы и выкидывать это куда подальше. Я считаю, что убеждения должны тебе помогать в чем-то в жизни. Такое мне не помогает. То есть, знаете, это когда я слышу, например, гороскоп. Если там что-то хорошее про меня говорится, я такая, супер, класс, согласна. Если нет, я считаю, что это не про меня. Ну, то есть, например, когда про день говорят тебе. То есть, вообще, как может быть полезная информация, когда тебе говорят, что сегодня у вас не задастся дело, которое вы запланировали. Я бы сейчас ехала на съемку. Я бы была бы супер в доверии с этими ребятами, которые гороскопы пишут. И представляете, я бы такая ехала-ехала снимать видео для вас. И услышала такая, сегодня то, что вы запланировали сделать в рабочем плане, у вас не получится. Я такая разворачиваюсь. Ну, не получится, не получится. Зачем снимать? Хотя, действительно, у меня сегодня куча косяков было, но я считаю, что мы сами вправе творить нашу судьбу. Мне эта позиция нравится намного больше, и я в ней чувствую какую-то силу, а не просто, ааа, не получилось. Нет, не получается только у тех, кто ничего не делает. Если ты пробуешь, пробуешь, получаешь какой-то опыт, даже ошибки какие-то совершаешь, это намного лучше. Это в целом хоть какой-то процесс, это какая-то практика в твоей жизни, которая дает тебе опыт. Это не страшно. То есть, даже если бы я не сняла сегодня видео вообще, но из-за каких-то своих косяков здесь это могло бы быть, я бы получила опыт. Но не потому, что мне кто-то предсказал, и я им спокойно сказала такая, ааа, ну ладно, не буду пробовать. Это просто не про меня чуть-чуть. И всякие такие штуки суеверные, что-то куда-то подложить, чтобы что-то сделать. Для меня это только формат юмора, а не более, то есть, серьезно, я к этому не подхожу. Напишите, кстати, как вы. Как отмыть посуду после гречки? Ну, вы знали, кому задавали вопрос, конечно. Да, девочки, опыт показывает, что что бы ни происходило в твоей жизни, замачивать посуду после гречки нужно сразу же. Либо замачивать, либо сразу мыть. Как справиться со страхами новой беременности после выкидыша? Меня, кстати, нередко в целом спрашивают, как мое отношение сейчас к новой беременности, к беременным вообще в целом. Я слышала истории, что после выкидыша у некоторых женщин включается, знаете, такой ревностный режим. Мол, почему у них получилось, у меня не получилось. И начинают не любить всех беременных и чувствовать какую-то несправедливость. Здесь у меня, благо, не осталось никаких негативных вообще воспоминаний, никаких негативных эмоций. Конечно, вся эта история, вот в целом февраль 2022, это какой-то самый темный, наверное, период. Надеюсь, не только этого года, а в целом. Но, как мы знаем, без тьмы не бывает света, поэтому я в полном принятии, если честно. Случилось то, что должно было со мной случиться, и я не знаю, каким будет мое будущее. Абсолютно позитивно отношусь к новой беременности. Я не чувствую каких-либо страхов. Во-первых, мне помогает в этом статистика. Я понимаю, что даже несмотря на то, что статистика такая себе, каждая пятая беременность заканчивается выкидышем, женщина об этом даже может не знать. То есть у нее могут просто чуть позже начаться месячные, и это и будет незачатый малыш. Точнее, зачатый, но не закрепившийся малыш. Вот, об этом женщина может даже не знать. И это будет происходить на суперранних сроках. У меня это произошло чуть позже, поэтому, собственно, так болезненно это было. Но я прожила этот опыт. Все, что от меня зависит, я буду делать максимально. А все, на что я не могу повлиять, я могу только принять. И пробовать дальше. Насчет того, что я могу порекомендовать девушке, которая задает вопрос. Я более чем уверена, что раз есть такие эмоции, есть такие переживания, значит, принята была ситуация не до конца. Все-таки прожить и принять это такой важный этап, после которого все как бы само собой как будто заживает. Хотя, конечно, не само собой, а вы над этим поработали. Принять это и проплакать, и прожить, и прогоревать. Посмотрите мое видео. В общем, я не знаю, я не смогу сейчас, наверное, так искренне снова все это проживая рассказать, потому что у меня действительно это как будто зажитая болячка, уже даже покрытая корочкой, уже даже с обновленной кожей, вот так я это могу назвать. У меня вообще, если честно, нет ощущения, что что-то было зря, и что я бы не хотела, чтобы этот отрезок жизни у меня был. Он был, конечно, темным, он, конечно, был страшным периодически даже, но он меня сделал мной, и я определенно стала сильнее, и это еще больше укрепило нашу семью, и помогло начать ценить то, что у тебя есть еще больше. И маленький кусочек тут у меня остался. Каково тебе было эмоционально, когда три месяца пришлось жить в другой стране? В скобках Германия. Пришлось. Немножечко введу в курс дела. В классе 10-м у меня была поездка в Германию по школьной программе. Мы жили в гостевых семьях, так и называется, это гостевая семья, гостевой папа, гостевая мама, гостевой брат. Это было так смешно. Моя мама немножечко ревностно относилась к этим названиям. Она такая, что за гостевая мама? У тебя только одна мама. Ой. Что случилось? Девочки, у меня, походу, накрылась моя плойка. Нет, пожалуйста, только не сейчас у меня остались две передние пряди. Нет, 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 нет. Ха! Это было сложно, и, как я считаю, для того возраста чутка рановато вообще такой опыт проживать. Но, тем не менее, у меня больше, наверное, позитивных воспоминаний. Я бы ни в коем случае не хотела бы что-то поменять и, например, не ехать туда. Потому что у нас некоторые, например, из класса не поехали. И опять, и опять ты не работаешь. Что же случилось с тобой, дорогая? Но, однако, пять лет работает уже. Может быть, и все. В первый день, когда вот все случилось, когда мы приехали, а мы еще ехали туда 33 часа на автобусе. Все нормально. То есть мы не летели на самолете, не ехали на поезде. Мы добирались на автобусе, потому что это самый бюджетный вариант. В каком виде ты приезжаешь, просто представьте. И в этот день тебе надо встречаться с семьей, с которой ты проведешь в ближайшие три месяца. Желательно адекватно их встретить. Но по факту ты ужасно выглядишь, ты ужасно пахнешь. Ты хочешь нормально поесть, нормально вытянуть ноги. Короче, я помню свой первый день в гимназии. День, когда ты говоришь только на немецком языке. Весь день. С утра со своей семьей. Потом в гимназии. Все тебе хотят что-то услышать. Кто ты, откуда, как ты, что ты. На каждом предмете. Потом возвращаешься домой дома. Рассказываешь, как ты, что ты. И после одного такого дня я просто рыдала в подушку. Не потому, что что-то ужасное случилось. А потому, что это просто был мой эмоциональный выплеск. Мне не нравится, что я сделала. Мы, наконец-то, приступаем к макияжу. Сразу поделюсь с вами насчет тона. Я все лето пользуюсь минеральной пудрой. Точнее, по сути, это тональная основа. Они себя так позиционируют, потому что у них покрытие такое хорошее. Но при этом от того, что она минеральная, она не закупоривает поры. Она не позволяет макияжу течь. Наносится она специальной кистью. То есть, это не просто я отдельно купила кисточку. Это именно вот такая кисть для такой основы тональной. И вбивающими движениями. На каждый день этого вообще более чем достаточно. Но бывают такие случаи, когда нужен точечный корректор. Например, у меня вот здесь вышел приятель, который узнал, что я снимаю видео. И такой, покажи меня. Я тоже хочу поучаствовать. Для таких точечных моментов эта тональная основа не совсем подходит, как по мне. Я использую комбо. Почему комбо? Потому что у меня постоянно меняется цвет кожи. Я то сильно загорю. И тогда я больше добавляю вот этого цвета. Это у нас L'Oreal. И он более плотненький, кстати говоря. Разбавляю я и цвет, и текстуру клоранцем. Сейчас точечно я нанесу смесь этих ребят. Развожу кашицу такую. И вот так вот. Прямо точечно. И можно у носика подержать. И у меня кисточка для тонального такая тоже плотно набитая. Следующий вопрос, который я открыла. Говорите ли вы с Евой на тему полового воспитания? Мы придерживаемся позиции, что скрывать нечего здесь. Это абсолютно естественный процесс. Более того, это не полезно даже для ее же здоровья, для ее психологического состояния. Если что-то там придумывать. А потом такие оп, в раз просто. И замолчали родители. Ну как часто какой-нибудь аист там детей приносит. Или в капусте находят детей. Или если, например, девочка увидит в садике мальчика без труселей. Задаст вопрос родителям. А что там такое? Родители такие, а это краник. Короче, мы все называем своими именами, но по возрасту. Понятно, что прямо сейчас все подробности ей даже не то, что не надо, нет смысла объяснять. Это происходит как-то естественно. Чем старше она становится, тем как-то осознаннее ее вопросы, тем они детальнее. И в целом, тем больше мы ее тоже погружаем в это. Сейчас, благо, очень хорошие книги есть на тему полового воспитания. Когда можно прямо сесть с ребенком и нормально на красивых картинках все посмотреть, все объяснить, все рассказать. Пока что мы остановились на объяснении, что когда мама с папой очень сильно друг друга любят, у них может появиться ребенок. Это когда она спросила, откуда она появилась, или когда я была беременна вторым малышом. И я Еве об этом рассказала. Она тоже сказала, как он там появился, что. Я сказала, что мы с папой друг друга очень любим. И когда мама с папой друг друга сильно-сильно любят, от их любви рождаются дети. В целом, пока для ее возраста это нормально. Не потому что я что-то скрываю, а потому что у нее нет конкретного интереса к процессу. Но то, что это происходит из большой любви, мне вот это нравится, что мы закладываем понимание, что дети только из любви. Даже переизбытка любви. И у нас с Евой было именно так, и по-другому я не представляю, как может быть. Когда ты чувствуешь, что любви настолько много внутри ваших отношений, внутри тебя самой, особенно женщине, это важно. Я чувствовала такую сильную любовь внутри меня. Мне хотелось ею как фонтаном каким-то делиться. Вот он как будто из меня шла-шла, выливалась, и мне хотелось, чтобы она во что-то вылилась. Вернемся еще раз к теме выкидыша. Когда мы узнали о том, что произошло, когда мы уже, собственно, это пережили, я внутри себя почувствовала очень большое количество энергии. И ее нужно куда-то направить. Потому что, когда ты планируешь малыша, когда ты узнаешь о беременности, у тебя действительно будто бы такой подъем и такой внутри запас. Как раз-таки той самой любви, той самой энергии. И тебе есть куда ее отдать. И когда я узнала, что малыша нет, больше с нами. А энергии-то никуда не делась. Ее можно направить в ненависть к себе, к мужу, к миру, за что так несправедливо. И погрязнуть во всех этих эмоциях, копить их еще больше вокруг себя. А можно куда-то направить. У меня было чувство, что я хочу что-то выносить, как будто у меня есть эта энергия. У меня не получилось выносить малыша, но я хочу что-то выносить. В таком случае другое. И именно в тот момент у меня родилось сильное желание обучиться на йога-тичера. И в целом погрузиться в тему йоги, философию так глубоко, как никогда до этого. Казалось бы, настолько ресурса ноль после случившегося, но на самом деле энергии было так много, что поездки в Москву каждую неделю для меня казались вообще легко. Это каждый раз самолет, это каждый раз жилье, это учеба в целом энергозатратна. Это новый коллектив, это еще успевать здесь делать свои дела, уделять время семье и тому, чем я занимаюсь. Но у меня была на этой энергии. Я это чувствовала, иначе бы этой идеи, этого желания бы даже во мне не возникло. Я не знаю, во что это дальше выльется, но пока я очень этим горю. Я, кстати, наношу скульптор, который мне очень нравится, вот и фраше, он вообще не кончается, и он такой приятный. Немного румянца добавлю, это мак. И как в тему у нас с вами следующий вопрос. Саша, будут ли еще видео с практиками йоги на YouTube или может отдельный курс? И тут я такая таинственно замолчала. Дело в том, что на самом деле сейчас я кое-что для вас действительно готовлю, кое-что масштабное и для меня новое. Потому что вопросов про йогу, про практики, про мое обучение, про то, что я могу вам дать, с каждым разом все больше и больше. Я долго думала, во что это можно организовать, потому что я умею снимать видео, я умею людям рассказывать, как что сделать, я смогу научить. Но как это все и куда вылить, оформить, что с этим нужно сделать, у меня в голове такой как бы кавардак, потому что это отдельная профессия человека, который сделает из твоих знаний красивый, качественный продукт с комфортной подачей. И в общем-то я в процессе. Следите, пожалуйста, за моими социальными сетями, чтобы ничего не пропустить, потому что все будет, скорее всего, там для удобства нашего, вашего. Беру коричневый оттенок в палетке MAC. Я наношу на все века. Будем делать осень. Я очень довольна нашим с вами коннектом, связью и тем контентом, который у нас в целом получается из года в год. Я понимаю, что несмотря на то, что я меняюсь, мои желания, интересы тоже меняются, вы все равно остаетесь со мной на одной волне. Понятно, что кто-то такой, о, пока, мне неинтересно это, например, но кто-то другой при этом пришел. Так было много раз уже за историю моего канала, и первые разы мне было страшновато открываться, потому что казалось, что раз люди привыкли к одному, надо всегда это и делать. Но это большое заблуждение, потому что в этот момент ты теряешь самого главного персонажа своей жизни, себя самого, и начинаешь себя обманывать. Говоря, ой, да, мне это интересно, правда, потому что публике интересно. Но на самом деле, рано или поздно это даст знать о себе, и публика это почувствует, что самое главное. Я не первый раз уже в этом действительно убеждаюсь, что если ты горишь тем, что ты делаешь, это чувствуют все вокруг, а значит, от этого притягиваются люди. Я нанесла такой теплый коричневый оттенок на все века, и оттеночком потемнее я хочу еще затемнить внешний уголок совсем слегка. И небольшую дымку остаточками буквально под нижним веком. Добрый день, почему ковролин в спальне? Спасибо. Мне очень нравится, мне очень нравится вообще наша рубрика. То, как мы плавно вообще перетекаем от вопроса к вопросу про ковролин в спальне, половое воспитание Евы, Германию. Обожаю. Внезапно захотела расчесать брови, просто расчесать. Почему ковролин в спальне? Потому что я захотела мягкости, когда ты встаешь с кровати, чтобы твои ножки касались приятного, мягкого, теплого пола. На самом деле, мнения немного разделились в комментариях, когда я написала, что вот я хочу ковролин, половина такая, боже мой, ты даже не представляешь, на что ты пошла. А кто-то говорит вообще без проблем. Ковролин ковролину еще рознь. Если хороший ковролин на самом деле, его не так сложно будет убирать. Вот я не знаю, как Денис на это согласился, потому что Денис это мистер практичность. Я с вами поделюсь. Давайте так, вот мы заедем, поживем там хотя бы полгода, и я поделюсь своим мнением насчет ковролина. Карандаш, офигенный карандаш для бровей. Это наш, кстати говоря, российский бренд Influence. У меня в оттенке 02. Я им безумно довольна. Покупаю уже второй раз. Легкими-легкими такими штрихами, слегка заполняю бровь. На самом деле, она у меня сейчас после окрашивания довольно недавнего. Я перед отъездом... Я же вам не рассказала. Мы скоро с Денисом полетим на Камчатку. Я говорю, не верю сама, но когда это видео выйдет, мы уже там должны быть. Надеюсь, на нас еще не напали медведи, потому что у нас там планируются такие экскурсии, где было написано. Берите с собой обязательно перцовый баллончик. Вблизи ходят медведи. Сами не нападут, но в качестве самозащиты могут. Я оттуда планирую снять влог. Это вообще наше второе с Денисом путешествие. Такое вот надолго без Евы после родов, я имею в виду. Первый был в Будапешт, и мне там максимально ничего не хотелось снимать. То есть это было такое... Мы еще только закончили ГВ, прошел месяц где-то. И мне прям дико хотелось ощутить эту молодоженскую атмосферу, когда просыпаешься, когда хочешь. Ложишься спать, когда хочешь. Гуляешь, где хочешь, как хочешь. Не нужно думать, где на дневной сон ребенка уложить. В общем, такие мелочи, которые не ценишь, пока у тебя нет ребенка. А сейчас у нас прям такой дикий поход будет. Термобелье, трекинговая обувь, трекинговые палки, теплые куртки. То есть вообще кажется, что мы очень в холодное место летим. Но, собственно, на Камчатке в августе самый лучший период. То есть там теплее всего. Я хочу добавить вот таких блесточек. Как смотрите на такое? Я прям пальчиком нанесу, просто на середину. Веком. Он не супер насыщенный, но у нас сейчас с вами еще будет акцентная стрелка. Что думаешь про няню для детей, когда нет бабушек и дедушек? Вообще супер. Я считаю, что все, что супер родителям, то супер и ребенку. Потому что если такая супер вся правильная мамочка, я его сама воспитываю, развивашки. Ходим на плавание, на танцы и едим только правильную еду. Гуляем три раза в день. Ну, в общем, весь вот этот букет правильного всего. Наверное, где-то здесь пропущена глава о том, что она ночами бьется об стену или плачет в подушку от того, что ей на самом деле очень сложно. Я за здоровую и счастливую маму. Тогда будут здоровыми и счастливыми ее дети. Даже если у них будут няни. В нянях, кстати, ничего вообще плохого не вижу. Потому что человек, который вообще-то профессионал своего дела, он, скорее всего, понимает, что там воспитание детей, психология детей. Значит, он может даже поадекватнее вас быть и выходить из ситуации как-то более грамотно. Не рождать у ребенка какие-то убеждения неверные. В этот момент я, наверное, перестану говорить, потому что ответственное задание – нарисовать стрелочку. Первой стрелкой я довольна. Это уже хорошо. К теме нянь. Я вообще бы максимально хотела искоренить вот это убеждение женщины, что если она не 24 часа проводит с ребенком, значит, она какая-то недомама. Если женщине нужно для ее счастья, хобби, любимое дело, работа, и она готова таким образом организовать быт ребенка, чтобы он тоже получал и ее любовь, и заботу, и в то же время была у нее какая-то поддержка в виде помощников, почему нет? Общество осудит в любом случае. Если ты мамочка, которая занимается только ребенком, ну вот, понятно, забила на себя, не занимаешься ни собой, ни мужем, муж уйдет. При том, что маме такой может вообще супер нравиться материнство. Есть действительно такие женщины, мамочки, которые так сильно кайфуют и наслаждаются только материнством, бытом, семьей, готовы себя все отдавать, и у них это очень круто получается. Но есть люди другие. Есть женщины, которые хотят работать, получать кайф от этого, зарабатывать деньги, или заниматься хобби, или что-то, короче говоря, делать, помимо ребенка, и не чувствовать за это вину. Просто будьте сильнее этого и спрашивайте у себя, у своей семьи, как вам комфортно сейчас. Я, например, когда хожу на йогу, на барабаны, на какие-то встречи, на съемку видео, занимаюсь своими делами, я делаю себя счастливой и здоровой. И разве это плохо для ребенка? Вот как это может быть плохо? Давайте переходить к губам. Я хочу кое-что попробовать, никогда этого не пробовала. нанести карандаш для бровей, как контур для губ. Мы потом еще затушуем помадой. Окей, пока что это кажется странно. И выровняю я немножко этот переход карандашом. Также Influence, тоже оттенок 02, он прям к этой помаде подходил. Мне уже, кстати, нравится намного больше. Образ у меня, конечно, получился такой прям. Не сказать, что на каждый день на учебу. Хотя, кто вам мешает? Я, например, сейчас вот такая поеду на гиену зубов. Ну как я кайфую от коры, девочки, это что-то. Заканчиваю тем, чем начала. Спрей-сыворотка D'Alba. Я прям в восторге. Мне очень нравится, что получилось. Давайте я отвечаю на последний вопрос. Саша, почему именно барабаны? Из всех инструментов это, наверное, самое эмоциональное, что может быть. Когда ты бьешь палками по барабанам, и заодно выплескиваешь весь свой негатив, и все, что хочешь отпустить. Это такой кайф. Всегда я раньше смотрела фильм «Мгновение Нью-Йорка», вроде называется, с сестрами Олсен, где одна из сестер была барабанщицей, и она с утра играла на барабанах в наушниках, и это было так вдохновляюще. Представляете, как влияют фильмы на человека? Даже не просто фильмы, а какой-то кусочек, который даже какой-то прям супер смысловой нагрузки не имел. То есть фильм не про барабаны в целом, но, тем не менее, меня прям так зарядила эта энергия. И я сейчас понимаю, о чем речь, потому что это действительно невероятная энергия, когда ты играешь, когда ты можешь играть в свои любимые треки. Мы же недавно отсняли клип на «Обливион». Недавно стукнул ровно год обучения на барабанах. Я решила в честь годика сделать клип, и более того, его насытить своей личной глубокой историей. «Обливион» для меня очень много значит вообще этот трек. История длиной в 10 лет, на самом деле. У меня с ним мы уже все отсняли. Это были очень сложные дни, когда нужно было на Вайнера, например. Это у нас самая многолюдная улица, как Арбат. Нужно было играть при всех. Нам нужны были кадры именно на многолюдной улице, поэтому мы пошли туда. И я там встретила много своих красоток. Еще одну часть мы снимали на Марсе. У нас есть Уральский Марс, невероятно шубописное место. Это было так красиво, так футуристично. Прямо то, что нужно было для клипа. В общем, видеограф забрала все это в работу. Я прям в диком ожидании. Никогда прежде, наверное, так не ждала видео. Я благодарю вас, что поддерживаете канал. Благодарю, что смотрите видео с VPN. Просто ваша поддержка во все периоды жизни. Мои соцсети. Ну а мы с вами скоро увидимся. Пока-пока.